Правительство Германии одобрило финансовый пакет по оживлению экономики страны среди основных мер снижения налога на добавленную стоимость. Переговоры по этому поводу длились почти сутки. Какие еще пункты включает в себя финподдержка государства? Подробности у моего виртуального коллеги Айсанджа. Айсандж, тебе слово. Приветствую, Мадина. Согласно прогнозам, ВВП Германии в этом году просядет на 6%. Ожидается наихудшая рецессия со времен Второй мировой войны. Чтобы как-то спасти экономику, власти одобрили второй пакет фискальной помощи с марта. Стоимость последнего – 146 миллиардов долларов. Так, НДС с начала июля снизит с 19 до 16%. Цель – увеличить покупательскую способность. Кроме того, на поддержку малого и среднего бизнеса ФРГ выделят 28 миллиардов долларов. А семьи получат единовременную выплату в размере 336 долларов на каждого ребенка. Вот что заявила канцлер Ангела Меркель. Финансовый пакет рассчитан на 2020-2021 годы. Большая часть средств покрывается правительством. В частности, мы решили снизить ставку НДС на полгода. Надеемся, в дальнейшем нам удастся оживить экономику. А вот меры правительственного плана восстановления экономики России вполне соответствуют проблеме, на решении которой они направлены. Однако вряд ли они достаточны для запуска процесса устойчивого экономического роста, пишет Форс. Стоимость плана – 5 триллионов рублей или 73 миллиарда долларов. И расскажу о влиянии COVID-19 на рабочий рынок. В США, к примеру, ожидается вторая волна сокращений. Под ударом могут оказаться так называемые белые воротнички. Уволить могут до 6 миллионов человек, предполагают аналитики Bloomberg. Мадина, тебе слово.